Результатом промежуточных выборов в США стало укрепление позиций республиканцев в Сенате и потеря ими большинства в Палате представителей. 6 ноября американцы переизбрали всю Нижнюю Палату, то есть 435 представителей, а также треть сенаторов – 35 из 100. Кроме того, выбирали 36 губернаторов. Впервые за 8 лет демократы получают контроль над Нижней Палатой. Однако в Сенате, в Верхней Палате, у республиканцев и Дональда Трампа стало еще больше голосов. За последние 105 лет всего лишь в пятый раз действующий президент выиграл кресло в Сенате в тот год, когда не было президентских выборов. «Тот факт, что республиканцы сегодня получают большинство голосов – это свидетельство того, что многие избиратели хотят таких чиновников, которые бы продолжали вести политику экономического роста. Они также хотят свободы и свободных рынков». Демократы говорят, что будут стремиться к единству. «У нас есть ответственность найти общий язык, где это возможно, стоять на своем, где это возможно. У нас будет площадка для выдвижения идей от обеих партий. Именно это делает нашу демократию сильной. Демократический конгресс будет искать решения и объединять всех вместе». Наблюдатели говорят об очень высокой явке. Кое-где избиратели выстраивались в длинной очереди и ждали по несколько часов, чтобы проголосовать. В Марселе продолжают разбирать завалы на месте обрушения двух зданий. Задействовано около 90 специалистов. Пожарные сообщили, что обнаружили тела четверых человек. Ранее прокурор Марселя сообщил, что под обломками могут находиться до восьми человек. Президент Франции Эммануэль Макрон принёс свои соболезнования. «Марсель пострадал и продолжает страдать. Обрушились два здания. Хочу выразить нашу любовь и солидарность всей нации и нашим соотечественникам, этому городу, этой территории, этому региону». Обрушение произошло в утреннее время на улице Абань в центральной части города. Одно из зданий находилось в аварийном состоянии, его жителей выселили ранее. Однако, как сообщают жильцы соседних домов, в нём всё же могли находиться бездомные. Второе здание было жилым – на 12 квартир. В результате обрушения большинство домов на этой улице также остались без электричества. Что именно спровоцировало обрушение зданий, пока выясняют, ведётся следствие. «В Стамбуле протестуют этнические уйгуры. Они требуют от властей Китая закрыть концентрационные лагеря, в которых, по данным ООН, содержат около миллиона представителей этой народности, а также других мусульман. Протест организовало движение «Прав человека и правосудия». «Если мы и мусульмане по всему миру будем продолжать спать, то преступления будут продолжаться. Если мы проснёмся, объединимся, станем сильнее и выступим против них, то всё изменится. Эта жестокость не прекратится, пока мы будем ей потакать». В августе этого года эксперты из Совета ООН по правам человека изучили ситуацию в Китае в третий раз с 2009 года, а также впервые со времени прихода к власти Си Цзиньпина. Они сфокусировались на положении этнических меньшинств, в частности уйгуров и тибетцев. Эксперты сказали, что получили много достоверных свидетельств о том, что в заключении в Китае содержат около миллиона этнических уйгуров. Они также сказали, что их, вероятно, помещают в концентрационные лагеря, существование которых власти держат в секрете. «Мы задокументировали пытки, жестокое обращение. Исключения не делали ни для беременных, ни для пожилых. Людей заставляют изучать партийные догмы, изречения Си Цзиньпина, мандаринский язык, а также петь патриотичные песни. Их лишают языковой, религиозной и культурной идентичности». Коммунистические власти КНР говорят, что подобные лагеря – это на самом деле центры профессиональной подготовки для так называемого политического образования, и что эта инициатива должна помочь экономическому росту и социальной мобильности в регионе. Впрочем, некоторые чиновники подтверждали, что граждан, совершивших нетяжкие преступления, отправляют в центры профессиональной подготовки на принудительные работы. В прошлом власти также заявляли, что в Синьцзяне действуют исламистские боевики и сепаратисты. Однако эта версия отличается от выводов многих правозащитных организаций. По их данным, компартия КНР проводит массовые репрессии этнических и религиозных меньшинств, включая тибетцев, уйгуров и последователей домашних христианских церквей. При этом самой большой группой узников совести в Китае в настоящее время считают приверженцев фалуньгун – медитативной практики совершенствования. В дырах от пуль и в шрамах от войны ливанский отель Гранд Сафар – некогда знаковое место страны, последние 40 лет был заброшен. Однако теперь он просыпается от осна благодаря искусству британца Тома Янга. Он задался целью вернуть к жизни знаковые строения Ливана. «Эти драгоценные здания, можно сказать, просто спят. Своим искусством я будто пробуждаю их, открываю их людям, чтобы они стали местами культуры и креативности для всех, а не только для богатых, как это было раньше». Многие здания страны были разрушены в ходе гражданской войны, которая началась в 1975 году, завершилась только в 1990-м. Художник создаёт картины по старинным фотографиям. На одной он изобразил свадьбу в Гранд-отель. Невестой была Самира Саех, которой сейчас 80 лет. «Это так трогательно. Я вернулась на 52 года назад в день моей свадьбы. Я была очень растрогана и одновременно счастлива». Нынешний владелец отеля планирует снова использовать его место для свадеб и выставок. «Молодое поколение не знает отеля Гранд Хоутел. С 1975 года он спрятан. Но теперь он возвращается к жизни. Как ребёнок или как тот, кто отправился в путешествие, а потом вернулся в свою страну». Художник демонстрирует свои экспозиции бесплатно. Говорит, что надеется вызвать в обществе интерес к недавней истории. «Нашу идентичность создают память и история. А идентичность Ливана находится под угрозой, поскольку здесь разрушаются архитектурные памятники. Память людей стирается. Мои проекты помогают сохранить эту память». В Ливане нет закона, который бы защищал исторические здания. Многие из них снесли, чтобы на их месте построить жилые дома или офисы. В 90-х годах в Беруте было 4200 архитектурных памятников. До наших дней уцелело около 250. Том Янг уже 9 лет живёт в Ливане. Надеется, что его проекты помогут не только вернуть память о прошлом, но и приведут к восстановлению исторических зданий. Главное меню этого московского антикафе – общение с приручёнными совами. В российской столице – это первое учреждение такого рода. Здесь живут 11 хищных птиц. «Те к природе больше по одиночке, по своей ветке. Здесь они дружат. Просыпаются вместе. У каждой свой домик. Вот видите, деревяшки. Закрываем на ночь, чтобы они ночью не бесились, спокойно отдыхали, спали после тяжёлого дня. С утра мы их будем». Гости общаются с птицами, фотографируются. Птицу можно подержать на руках, но в присутствии смотрителя. «Я вообще, в принципе, сов люблю. И я случайно узнала об этом антикафе. Просто в интернете. Почитала, увидела, что с этими очаровательными созданиями можно общаться. Я вообще хотела себе домашнюю совушку, но пока нет такой возможности, к сожалению. Ну, хотя бы, так можно пообщаться». Открыть совиное кафе было нелегко. «Дело в том, что первые совы, которые мы купили, они оказались дикими. И мы подумали, типа, как с ними люди будут контактировать вообще. Надо их приручать. Приручать их не получалось. Несколько раз мы покупали других сов». Периодически птиц выносят на прогулку на улицу. Кормят каждые три часа. Дать сове лакомство могут и гости. «У нас есть совы-бонус, талантчик на кормление. И люди могут попробовать покормить. Но не все это переносят, потому что совы едят мышей». Посещение кафе стоит 4 рубля в минуту. Выходные и праздники в два раза дороже. Напитки и угощения бесплатно.